Всем привет, с вами Priya. Относительно недавно Blizzard объяснили нам такую вещицу, что 7.2.5 с целью того, чтобы почти все люди начинали ходить в Mythic+, и с целью того, чтобы наконец-то перестали браться такие классы, которые очень хороши в OE, типа, допустим, каких-либо DK, DH и прочих других там очень-очень хороших классов, там, Fire Mag'ов. Ну, можно перечислять бесконечно, у OE классов весьма много, и классов, работающих по таргету, например, при модификаторе Тиранический, ну, очень классно так взять. Суть-то в чем? То, что понятие как 2 и 3 сундука вообще удаляется из игры. Теперь есть два понятия. Либо вы проходите ключ в таймер и получаете 3 сундука с, получается, этого Myth+. Либо вы фейлите ключ, то есть, означает, ломаете его, проходите более, чем за отведенное время, и получаете с одного единственного сундука, который дается вам всего лишь 2 шмотки, а не 3, на группу. Суть-то в чем? Типа, получается, то, что даже при таком удалении, казалось бы, каком-либо это, балансировке, что ли, и то, что потеть, типа, теперь не надо с целью получения хороших таких классных наград, Суть получается в том, что просто минус 50% добычи с Myth+. Это много, на самом деле. То есть, раньше, если мы получали 6 шмоточек, то теперь мы будем получать 3. Путем несложной математики это все легко выявляется. Не знаю, на самом деле, ну, что я думаю по этому поводу. Мне уже частенько говорили, вот, Макс, вот, типа, ты сидишь в этих Myth+. Прошел их уже куча, почти 1800, и, типа, ты как один реально из тех рубоверов, который, ну, должен нам сказать и донести об этой информации. Доношу, доношу. В принципе, в принципе, это вполне неплохо. То есть, Blizzard делают игру доступней, игру конкретно в Myth+. И позволяют людям любого итем-левела, любого понимания, что ли, игры даже, начать осваивать Myth+. Потому что, ну, сейчас получается как-то, что сейчас набираются люди весьма овергирнутые в плане 900, там, какого-нибудь, 10-го, 920-го, может, даже, эквипов какой-нибудь 10-й ключ цели закрытия его на неделю. С той целью, во-первых, чтобы это было легко, а во-вторых, чтобы это было 3 сундука, разумеется. Хотя, знаете, есть такие рандомы, которые 900 и не могут на 3 сундука сделать. Потому что это рандомы, то есть, люди случайные и с какими-либо сбитиями костов, они определиться никогда не смогут. Почти. Если, разумеется, не обсудят это. Вообще, займитесь сбором своей группы, если она у вас есть на то желание. То есть, 1 танк, 1 хилл и, получается, 2 дамагера. А я уже не буду сбегать. И 3 дамагером, то есть, суммарно 5 человеком в пати, вы будете инвайтить дамагера-ключника. Все очень просто. Не знаю, подумайте по поводу этого. Может, у вас есть какие-то мысли. Я посижу, прислушаюсь, подумаю. Но факт в том, что получаемых вещей будет падать на 50% больше, это факт. Оспаривать его бессмысленно. Вот так вот. А собор этот, это героический режим. А то вы подумаете, что я уже совсем долбанулся и хожу в мифик плюс собор. Не бывать такому. Ну как не бывать, рано или поздно все равно придется хотя бы в разок сходить. Типа что-нибудь, какого-нибудь ключа 30-го. Я подумаю об этом. Ладно. Монолог мой окончен, как говорится. Ходите миф-плюсы, пока это еще не понерфили, пока можно наутать большое количество шмота. Ну и собирайте себе топовые составы под постоянный фарм. А если же у вас есть проблемы с этим, но все-таки есть желание, то я предлагаю вам зайти в ВК-группу и найти там такое обсуждение, как люди для миф-плюс. Там вы можете написать как свою заявку, так и уже глянуть из использующихся заявок, скажем так. То есть там некоторые люди уже оставили свое резюме, некоторые еще нет. Вы же можете так же, как и они, написать кто вы, что вы, когда вы хотите фармить. Либо проявить инициативу и начать сбор группы из этих людей. Вот так вот. Что там еще? Розыгрыши вот эти всякие, информация интересная, скринчики и какие-либо прочие моменты. Заходите, чекайте и рассматривайте, как говорится, топ контент in the world. До скорого.